Что делаешь? Привет. Тут твой отсек. Просто вдохновляюсь идеями, как всё украсить. Повесь фото на стену. Отличная идея. Это твоя семья? Это вещи моей соседки. Значит, это твоя сторона. Ну вот, теперь всё ясно. Может, свалишь уже из моего отсека? Ладно. Грубить не обязательно. Жизнь как церковь, построенная на фундаменте из семьи, поддерживаемая арками из друзей и коллег, и наполненной любовью. Жизнь Дайан, как жизнь каждого из нас, определялась любовью и щедростью, что она проявляла ко всем. От бездомных, которых она кормила обедом на День Благодарения, до собак с улицы, что она растила с заботой и любовью к её дочери Алекс, путешествующей по миру, которой она так гордилась. Теперь Дайан в лучшем мире. И хотя она нас оставила, её наследие любви будет жить после неё. Кто-нибудь хочет что-то добавить? Привет! Подвезти? Фахри? Что ты тут делаешь? Садись! Господи, мне так грустно в жизни не было. Священник зачитывал речь из интернета. Говорил, как здорово, что все эти люди собрались помянуть Дайан, когда вообще никто не пришёл. Две официантки и закусочные её сосед по трейлер-парку. Ну, ты пришла. Надо было вернуться раньше. Навещать её. Ты не знала, что так будет. Не вини себя, тебе надо быть сильной. А можно мне винить Пайпер за то, что её вечно нет рядом? Да. Конечно. К чёрту эту сучку! Она тебя не заслуживает. Больше не хнуть. Ты только что сказал мне быть сильной. Да, но пуританкой быть не обязательно. Как ты вообще тут оказался? Ты же должен быть в Париже. Кубра попросил приехать проверить новый бизнес. Завтра я возвращаюсь. Поедешь со мной? В Париж? Да. Будет здорово. Переживёшь своё горе в городе света. Думаю, в позе Шилы мы сидеть не будем. Каждый переживает по-своему. Жаль. Всё. Всё.